В принципе, это интересно наблюдать, анализировать, но это пока, к сожалению, ничего не дает Молдове. Потому что даже в этом гражданском... Я, честно говоря, ждал большего. Я ожидал какой-то новизны, новых интересных людей, которые придут. Во-первых, абсолютно отсутствует экономический блок. По поводу новизны. У них нет единого лидера. То есть партия без лидера. У них 14 лидеров, как говорит господин Ткачук, которые будут руководить этой партией. И она разделена на 14 лиц. Насколько такая система вообще, так скажем, популярна или перспективна внутри политических партий? Абсолютно бредовая система. Понимаете, можно, чтобы был председатель партии, но тоже в партии коллегиально решали все проблемы. Были яркие личности. Кстати, так было, допустим, когда Ленин пришел к власти. Были Троцкий, Бухарин, Радык, Каменев, Зиновьев. Это личности были. Сейчас не будем оценивать их, что за люди. Но это были личности. И там на заседаниях Политбюро, особенно когда они обсуждали переход к НЭПу и так далее, у Ленина было очень много противников. Я читал все эти съезды. Это были живые съезды. Потом уже, когда Сталин узурпировал власть, потихонечку, потихонечку все это стало сдуваться. Поэтому ничего страшного нет, когда есть лидер. А хуже, когда вообще колхоз. Непонятно, кто от имени партии делает заявление. Ну, прямо скажем, это пока партия Ткачука. Он рулит там, он решает, он с основным политическим докладом выступил и так далее. А дальше будет позиция партии по этому вопросу. Кто выскажется? Ну, как правило, лидер должен высказаться. А у нас 14. Давайте всех опросите 14. Это все равно то, что эта партия предложила. Наверное, будут какие-то крикальные решения принимать. Секундочку. Как эта партия предложила, давайте будем избирать судей Конституционного суда. Всенародно. Представьте себе, 6 судей Конституционного суда. Это заявление подадут человек 50 на это. И вы будете брать список и читать. Мунтян, Чебан, еще один Чебан, еще три Мунтиана, еще Чеботарь, еще этот. Ну, у нас много фамилий совпадают. За кого голосовать? Или выбирать председателя по аудиовизуалу. У нас 95% не знают, что это за орган. Иди выбирай этого председателя. Ну, это бред. Понимаете? И вы говорите, новизна. Вот если они хотели удивить, они вот этим удивили. Понимаете? Ну, нельзя так удивлять. Надо удивлять какими-то другими идеями. Поэтому, к сожалению, я считаю, что Марк это один из лучших политических публицистов, умный, грамотный человек. Но это еще не главное. Что-то пошло не так. Да.